Всем привет! Вы на канале Живая Планета. Динозавры бывают разных видов. Большие, маленькие, средние, с длинными хвостами, короткими хвостами, рогатые, длинношей, да еще много кого. Но некоторые динозавры являются довольно странными. И сегодня мы посмотрим на них. Первый в нашем списке стерокозавр. Ну вот подумай, ты типичный такой сенсорозаврин. У тебя есть прекрасный рог, которым ты можешь защититься от какого-нибудь альбертозавра. Ну нет, ты отрастил, ты сделал маленький рог на носу и отрастил здоровые шипы на воротнике, которые тебе почти не помогут схватки. Не знаю, зачем так поступил стерокозавр, да и вообще палеонтологи не понимают, зачем ему нужны такие огромные рога. Стерокозавр, в свою очередь, так-то был правоярным. Ему нужна была хоть какая-то защита, но рог, мне кажется, на носу мог бы быть и побольше. Но вот эти рога, они вообще зачем нужны? Стали только головой вертеть. Тем более, они были очень хрупкие. Так что этот вопрос остается совершенно без ответа. Любите котиков? Что за глупо вопрос? Тоже их не любят. А маленьких ежиков и маленьких кроликов? Да, в этих животных, эти животные очень милые. И кому нужна капелька в милении, представляю вам... Майазавры. Да. Эээ, майазавры обитали на территории Северной Америки. Это был сравнительно небольшой дровоядный динозавр. Его длина была примерно 7,5 метров. Высота около 3 метров, а вес до 3 тонн. Но майазавры считаются прекрасными родителями. Они вторые по уровню заботы динозавров. На первом месте по заботе это Авераптор. Но Авераптор это хищный динозавр, тем более Раптор. Ну, что-то там близкое к Рапторам. У которого просто огромные мозги. А это Гадрозавр. Прекрасная мать. Это что-то новенькое. И вообще Майазавр один из моих самых любимых динозавров. Если честно. Терезинозавр. Да, третью строчку занимает терезинозавр. И знаете, чем он необычен? Вот этими когтями. Терезинозавр, я уверен, знает каждый. Но даже самые крутые палеонтологи до сих пор подтупливают. Зачем терезинозавру эти когти? Не знаю, я зачем. Есть теория, что терезинозавр ел термитов и вытаскивал этими когтями термитов. Но терезинозавр. Огромный динозавр. Весом 4 тонн. Длиной 8-9 метров. И с 5 метров высотой такой ест маленьких букашек. Это вообще как понимать? Да, это, конечно, довольно странное теория. Не знаю даже как объяснить. Но в чем штука-то? Не только у терезинозавра-то такие когти были. У всех из его семей свои огромные когти. Внутри них терезинозавр, боепиозавр. У всех их огромные когти. И никто не может понять зачем. Кто-то говорит еще, что когти нужны были для защиты от гигантских хищных термозавров. Которые спокойно себе там проживали рядом с этими терезинозаврами. Но насчет термозавра могу посомниматься. Термозавры в основном охотились на более мелкую дичь. И не стали бы нападать на гигантского терезинозавра. Тем более в одиночку. Терезинозавр, наверное... Я думаю, у меня есть своя теория. Что он отпугивал имя врагов, а не дрался с ними. Когти были, мне кажется, просто бы... Ну, как-то неэффективно. Работали, мне кажется. И я думаю, что этот динозавр просто пугал термозавров своей внешностью. И поэтому они на него не охотились. Следующий в списке идет самый огромный хищный динозавр. Это спинозавр. Он так успешно хоть понух, что некоторые динозавры просто удивились, какое количество теорий придумано про этого необычного ящера. Что в нем необычного, так это его хвост. Не знаю вообще. Это... да, конечно, да. Хвост пинозавра помогал ему в плавании, но все же выглядит это максимально стрёмно, странно и необычно. Хвост его очень перепончатый. И это выглядит реально странно. А вот Пауэрлс он уже ни у кого не удивишь. Он есть и у более маленьких родственников спинозавра, таких как сигиомассозавр и аксалайя. Но согласитесь, имеет такой хвост, это что-то вообще очень хайповское. Особенно Парк Юрского периода 3. До сих пор делают мило про Парк Юрского периода 3 и про спинозавру в нем. Ну, в этом фильме. И я согласен, то, что он убил Терекса, это там было, конечно, очень круто, но Терранофан уже просто-таки... Ну и ладно. Мы же с вами Терранофаны. Надеюсь. Итак, всем спасибо за просмотр данного видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. На этом все. С вами был канал Живая Планета. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok